Актёр читает реплики Степана Разина из рассказа Шукшина. Читается сцена Московского театра, при этом он будто здесь в сростках. Точнее, здесь его голографическая проекция. Так, на родине Василия Шукшина открыли музейную ночь. Возникла такая идея о том, чтобы попытаться сохранить те идеи, которые Василий Макарович делал для кино, для театра, в театре, в кино, в виде осязаемых элементов. Таких выставок в России всего три. Этот экспонат, как и другие, потрогать нельзя. Но в пространстве изображение живое. Скверный слух, перегроенный насильник, Европа обозил. Фольклорные коллективы в ту ночь рассказали немало интересного. Музей-заповедник стал буквально точкой слияния веков. Лихие казаки выписывали шашками узоры в воздухе. Зорница, так зовут девушку, говорит, что наполняется энергией, когда рисуют узоры. По ее словам, ощущение среднечувствуем после светлого хоровода. Шашки равняют нашу энергетику, равняют поля. Здесь главным образом развивается запястье, когда мы крутим шашкой. И вот здесь очень важные точки, куда входит энергия. Балалайку, судя по данным глобальной сети, придумали крепостные крестьяне. Это как раз история 17 века. Наш друг Максим играет на гитаре и контрабасе, но сердцу ближе балалайка. Звонко очень звучит. Тут можно много играть в пьесы, в основном русские народные пьесы. История 20 века в классе Шукшина. Его мама Мария Сергеевна говорила, у сына всегда была подогнута книга под ремень в брюках. Читал Василий Макарович без разбора, все подряд. Однажды от свечи одеяло прожег ночью. Наверное, потому другие науки, точные, давались ему плохо. За одной из этих пар судел когда-то Василий Макарович. И в тетрадке он, конечно, писал не шариковой ручкой. Сегодня школьникам перо в новинку. Оттого интерес к истории не меньше, чем у старшего поколения, которые ехали в сростки Избийска и Барнаула. Это замечательный праздник. Здесь действительно Шукшина, прям вот воздух Шукшина. Эта ночь собирает именно тех людей, кому это интересно. Если вы смотрите, народу не так уж много, но пришли те, кто с интересом смотрит. Свадебный обряд провели без глазки на камер. Его таинство поставило точку в музейной ночи 22-го года. Теперь хранители музея ждут в гости любителей творчества Василия Макаровича в дневное время и уже начинают готовиться к очередной ночи. Анастасия Наборщикова, Дмитрий Денисов. День с толком.